Я Никита Панин и это программа «Инфоповод». Кратко, но содержательно расскажу об информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. Здравствуйте! Аллея ветеранов и вопросы медицины. О них в рубрике «Прием населения». С вопросом о программе целевого обучения обратилась главе города женщина, чья дочь поступила в Смоленский медицинский институт на специальность детский стоматолог. Образование стоит недешево, и мама студентки предположила, что освоив профессию при поддержке города, девушка смогла бы работать в Лобни. Однако, как выяснилось, специалистов данного направления в городе достаточно. Востребованы же врачи иных профилей. Тем не менее, окончательное решение принято будет после обсуждения вопроса с главным врачом ЛЦГБ. Направление на целевое обучение медицинских кадров в первую очередь в его компетенции. Пенсионерка со второй группы инвалидности, вынужденная покупать множество лекарств, обратилась за помощью в их приобретении. С компенсацией затрат на препараты, пришедшие на прием, помогут. Для этого женщина должна передать в МФЦ необходимый для получения матпомощи пакет документов. Сын труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны, обладателя многих медалей и наград, член литературного объединения «Ладога», пришел на прием населения с просьбой восстановить аллею ветеранов в парке культуры, чтобы портрет его покойного отца вновь занял там достойное место. Евгений Смышляев отметил, что профильные службы уже занимаются этим вопросом. Со 2 по 8 марта в Лобни проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В его рамках вместе с сотрудниками ГИБДД активисты организации «Молодая гвардия» раздавали пешеходам памятки, призывающие беречь свою жизнь и быть внимательнее на проезжей части. Как известно, пешеходы – самые незащищенные участники дорожного движения, и даже самое незначительное ДТП с ними может привести к трагическим последствиям. С начала этого года в Лобни зафиксировано одно ДТП с пострадавшим пешеходом. Сотрудники госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательны на дорогах, смотреть обязательно по сторонам и при переходе проезжей части откликаться от телефонов и снимать наушники. У нас сейчас на данный момент новый актив, новые ребята, им везде интересно участвовать, поэтому сегодня они с нами. В основном все направлено на молодежь, на подростков, на детей, то есть если это дети, то как правильно их перевозить, мы проводим профилактику. Ходим в детские сады ГИБДД, по школам также ходим, к младшим классам, к старшим классам. Напомним, что при переходе дороги в неположенном месте на пешехода может быть наложен штраф, так же, как и на водителя, не уступившего дорогу пешеходу, идущему по зебре. С начала года зафиксировано 236 нарушений, совершенных водителями транспортных средств, и 73 пешехода оштрафованы. На прошлой неделе во всех учреждениях города девушек и женщин поздравляли с самым весенним праздником – Международным женским днем. Праздничный концерт состоялся и в администрации. Перед гостями выступили хореографические ансамбли «Сувенир» и «Восточный», звучали инструментальные композиции, песни и стихи. Множество теплых слов и поздравлений от представителей мужской половины администрации было адресовано прекрасным дамам. Глава города поблагодарил сотрудниц муниципальных учреждений за мудрость и терпение, за кропотливый труд и поздравил всех лобнинских женщин с 8 марта. Для нашего города женщины играют огромную ключевую роль, и женщины – основные работники наших муниципальных учреждений, наших органов власти, руководители очень многих предприятий. Все этапы развития нашего города, безусловно, связаны с женщинами, их результатом работы, творчества, искусства. 10 марта в России отмечается День архивов. По случаю праздника в Лобнинском архиве провели День открытых дверей. В свой профессиональный праздник лобнинские архивариусы предложили всем желающим узнать о том, какие документы хранятся в городском архиве и за какими справками сюда можно обратиться. Посетителей провели по новым залам архива. В декабре прошлого года здесь завершился ремонт. В результате площадь архива увеличилась в пять раз – с 42 квадратных метров до 180. И теперь он занимает сразу два этажа. В настоящее время здесь обустраивается читальный зал для посетителей. Интересно, что в хранилище архива всегда соблюдается температурный режим – строго 17-19 градусов, а влажность воздуха 50%. На полках городского архива хранится без малого 10 тысяч документов, как городских, так и областных. Среди самых редких – документы поселковых советов от 1925 и 1941 годов. Постоянными источниками комплектования фонда являются 17 организаций. Большой объем документов поступает от предприятий. Предприятия, которые ликвидируются, они нам должны сдавать документы по зарплате и кадрам, потому что очень многие жители нашего города приходят к нам за справками о зарплате и стаже для оформления пенсии. Основные вопросы еще – документы по предоставлению земельных участков. Люди теряют частенько документы, и мы вот их восстанавливаем. Мне было очень интересно, как жителю города увидеть все это, тем более это после ремонта, так все красиво выглядит. Приятно знать, какие документы здесь находятся, что здесь, как это все организовывается, как оборудовано, как содержится. В общем, все очень познавательно, очень интересно. Я ни разу не была в архиве, и вот хотела посмотреть, как все это организовано. Теперь я буду знать, какие документы находятся в архиве. Важно, что выписка из архива имеет юридическую силу при обращении в органы государственной власти, в том числе в суд. Подать заявку на получение документов можно через портал государственных услуг или в МФЦ. А за консультацией можно обратиться непосредственно в архив. Адрес и телефон на экране. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Красная поляна» формируется новая группа для занятий фитнесом. Это уже вторая группа в городе по данному направлению, созданная в рамках программы активное долголетие. В комплексе упражнений используются гантели, ленты, мячи, степ-платформы. Участники группы отмечают, что занятия дарят хорошее настроение, а давление стабилизируется и приходят в норму. Потому что после занятий легкость у меня появляется. У меня ноги перестали болеть. Занятия во второй группе проходят с 10.00 три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Записаться на них можно в комплексном центре социального обслуживания населения, по телефону, который вы видите на экране, или через мобильное приложение «Мобильный центр социальных услуг». Комический эстрадный дуэт «Новые русские бабки» в конце февраля выступил в Лобнис концерта. Клавдия Ивановна и Матрёна Ивановна подарили горожанам массу положительных эмоций. Не устояла перед обаянием бабушек и ведущая нашей рубрики «Блиц-интервью» Анна Рождественская. Сейчас слово ей и до встречи через неделю. Скандинавская ходьба или йога? Я йога. Скандинавская ходьба. Ты смотри. Басков или Киркоров? Лазарев. Пенкин. Играй гармонь или танцы со звездами? Играй гармонь. Играй гармонь. Книга или сериалы? Книга. Книга. В чем заключается секрет долголетия? Сериалы. Во вьетнамской звездочке. И в этом. В чистотеле. В чистотеле. Вас пригласили в ресторан. Вы поужинали и вдруг ваш спутник исчезает, не расплатившись. Ваши действия? Я зайду в туалет, переоденусь в свое и убегу. Я вообще в ресторан не хожу. Мне кажется, там козявки кладут. Самое интересное, что произошло с вами на этой неделе? У нас был концерт в Лобне. Ваш любимый цвет носков? Моренго. Фуксия. Самое необычное место, где приходилось вам выступать? Белая холуница. Губаха. Правда? Правда? Пермский край, Губаха. 7 тысяч населений, битком. 473 человека, битком. Корпоратив, там у барона, у цыганского. Помнишь, мы на корпоративе? Это нельзя сейчас говорить. Я вру. Один факт, который вам известен о нашем городе. Здесь живет наш звукач. Да. Это, Женька Кюн. Да. Вот такой факт. Татарский немец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин